Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, дорогие наши зрители! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. И сегодня у нас с вами будет чудесный вечер. Мы отправимся в волшебную страну классической музыки. Будем путешествовать по разным странам и континентам. К нам придут в гости студенты и преподаватели Карачаева-Черкесского колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Ну а пока наши музыканты готовятся, мы побеседуем с нашей очаровательной гостью, преподавателем дирижерского хорового отделения Марии Смирновой. Мария, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Огромное вам спасибо за то, что вы бросили все свои дела. Я знаю, у вас занятия, репетиции и пришли к нам в гости. Благодарим вас тоже за приглашение. О волшебной силе музыки знали еще в древнем мире. Пифагор, знаменитый математик, он считал, что классическая музыка влияет на интеллект. Поэтому занятия у него проходили математикой под музыку. Точно так же думали великие философы Аристотель и Платон. Они считали, что классическая музыка влияет на интеллект человека. И с ее помощью можно повлиять на характер человека. И я не могу не согласиться с вами. В самом деле, это одна из тем, которая меня всегда занимает. И даже свою дипломную работу в консерватории я посвятила именно этой теме. Воздействие музыки на человека. И в самом деле музыка и была, и остается, и всегда будет одним из самых мощных инструментов воздействия на человека. Причем это в самом деле научно доказано. И поэтому, конечно, и сегодня мы обладаем потрясающими средствами воспитания и средствами влияния на людей. Мы все знаем о том, как музыка Моцарта, научно это доказано, Музыка Моцарта благотворно влияет на человеческое состояние. Вплоть до того, что есть случаи, когда человек излечивался от каких-то тяжелых заболеваний. Ну а помимо этого, конечно, мне всегда нравится. И я с удовольствием всем всегда рассказываю. Кто не знает, есть такая замечательная ученая Татьяна Черниговская. Вот ее тоже, если кто-то не знает, то рекомендую послушайте, поинтересуйтесь. Беседами с ней вот она потрясающе рассказывает как раз таки о влиянии и взаимосвязи музыки с человеческим мозгом. Какое потрясающее воздействие оказывается в процессе. Да, и вот, кстати, Черниговская в одной из своих лекций говорит, что опыты проводили люди больные Альцгеймером, такой тяжелой болезнью, неизлечимой, казалось бы. Так вот, люди, которые постоянно слушали Моцарта, в том числе, именно классику, и в основном Моцарта, Вивальди, так вот, у них улучшалась память, улучшалось состояние. И люди, которые слушали музыку, они по всем параметрам, у них показатели были в превосходной степени по сравнению с теми, кто музыку не слушал. Вот, пожалуйста, научный факт. Классическая музыка, мне кажется, ее главный такой сегодня благотворный фактор, это ее чистота, ее чистота, ее гармония, ее структурность. То есть классическая музыка, она сама по себе очень логична ведь, правда? И вот эти каноны, они, мне кажется, сегодня могут воздействовать на человека таким каким-то очищающим способом. Вот, и лично я придерживаюсь такого убеждения, что музыка, она может нас как обогащать, так и обеднять, да? И вот классическая музыка, она как раз-таки очень обогащает человека. Эстетически, вы имеете в виду? Да, она обогащает его, и эстетически она обогащает его духовно. Да, я с вами абсолютно, Мария, согласна, что когда ты слушаешь Паха, Вивальди, Моцарта, Дебюси, да? Как будто у тебя душа умылась, вот как будто ты на крыльях паришь. Так хорошо. И вот приходится с грустью констатировать, в советское время, при всех его минусах, культура кипела, кипела. Классическую музыку знали и слушали все. Это все начиналось, извините, со школы, да, с уроков музыки, потому что они были обязательными. И дети знакомились с классикой, концертной залой. Туда привозили целенаправленно тех же солдат-срочников, да? Тех, кто работал в колхозе, приобщали к культуре, к мировой культуре. И это как сказывалось на людях, да? Сейчас мы видим, да, музыкальные школы не пустуют, дети есть. А что дальше? Что дальше? Вот как вы считаете, сегодня у нас в России интерес к классической музыке, он тот же или все-таки он чуть-чуть, вот уровень сошел на нет? Ну здесь, знаете, это вопрос знания языка. Ведь музыка — это код, да, и надо иметь ключик, чтобы этот код разгадать, раскрыть. Вот. И, конечно, когда мы чуть-чуть подзабываем, нам необходимо наше состояние, да, наши уши, наше восприятие. Все время подпитывать чем-то. Нам нужна среда. Нам нужно, чтобы знать язык, нам нужно жить в среде, правильно ведь? Вот. И это опять-таки о классической музыке, да, мы чуть-чуть сейчас где-то, да, отпустили, да, и язык подзабылся. Вот, например, к сожалению, да, в школах дети меньше взаимодействуют с музыкой. Да, надо, правда, отметить, что все-таки мы наблюдаем сейчас такую интересную вот тенденцию, да, очень много инициатив, да, грантовых и прочих с целью повысить интерес, да. То есть детишек, например, из школы вывозят очень часто по каким-то театральным представлениям, в которых они опять-таки погружаются в мир музыки. Там, скажем, проводятся такие какие-то совместные мероприятия с участием музыкантов, да, приглашаются классические музыканты академического, да, стиля. Мария, ну а вот как вы считаете, как представитель классической музыки, да, преподаватель, который работает у нас в колледже, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, что нужно сделать, чтобы люди по-прежнему интересовались, знали и любили классическую музыку? Потому что опять я вернусь в школе музыкальной, детей много, что в музыкальном училище? Приходят ли они туда, что нужно сделать, чтобы люди шли, хотели работать, хотели слушать? Ну я опять-таки вернусь к тому, что, да, это язык, который нужно учить. То есть классическая музыка должна так или иначе постепенно, да, звучать из разных сторон с тем, чтобы люди, попадая в эту среду, чтобы они привыкали. Потому что если человеку незнакомо это звучание, незнакомый это язык, он его и не воспримет. Недавно я совсем это заметила. Вот у нас открылся в сквере на площади фонтан. Фонтан музыкальный, да, и под движение воды, да, мы слышим музыку Вивальди времён года, да, там фрагменты из щелкунчика Чайковского. Вот, и было очень интересно наблюдать за лицами людей. То есть для меня эта музыка, скажем, родна или для любого учащегося, да, или для любого человека, взаимодействующего с музыкой. Ну вот, но видно, что там, скажем, 80% людей, сидящих на лавочках, да, они, ну, не взаимодействуют с классической музыкой постоянно. И вот их лица в момент, когда, да, началось звучание музыки Вивальди, ну вот они кардинально поменялись. Вот мне кажется, это такой первый хороший знак о том, что люди готовы воспринимать. Просто нужно время, нужна опять-таки поддержка со стороны государства, со стороны правительства, потому что молодые музыканты, они так или иначе нуждаются в поддержке, они хотят видеть результат своей деятельности. А те, кто готовится стать, да, этими молодыми музыкантами, они должны видеть перед собой яркий пример. Вот это еще один, на мой взгляд, такой фактор, важный, да, важный момент, что молодежь должна видеть перед собой яркий пример, к чему ей стремиться, да, чтобы каждый, кто видел, сказал, ооо, и я так хочу, и я тоже хочу. Я вижу, как старший товарищ, там, да, четверокурсник, да, в колледже, скажем, играет, там, я не знаю, трансцендентный тюдер листа, или там, да, он побеждает на вот таких-то конкурсах, он играет там, не знаю, все концерты Моцарта или там что-то такое, да. То есть это эталон, да, и я хочу ему следовать. Вот сейчас очень важно выстроить эту вертикаль, которой бы молодые музыканты, которые начинают, да, учиться, они бы стремились, и они бы видели, что вот есть педагог, мой молодой педагог, который вот там в прошлом году закончил консерваторию, вот он потрясающе поет, вот он потрясающе играет, и я хочу ему следовать, я хочу быть таким же. Но у нас же есть такие примеры в музыкальном училище нашем, да? Да, и вот как раз-таки сейчас, вот сейчас, кстати, очень модно такое стало популярное выражение «окно возможностей», да, мы часто это слышим и от наших правящих, да, деятелей, и от деятелей искусства, да, это звучит, о том, что нынешнее время, вот эти года, да, они, эти годы, они открывают много возможностей, да, мы видим поддержку, там, да, какой-то инициатив, и вот очень хочется, чтобы и в музыкальном искусстве эти инициативы тоже поддерживались. Вот, например, сейчас, да, развивается симфонический оркестр Республики, да, это такая тоже очень яркая инициатива, которая должна получить развитие, я уверена. Хоровое искусство, например, хоровое искусство тоже сейчас стоит, по-моему, на новом витке, и мы просто вот, да, сейчас как бы, что называется, на старте, да, вот к этому новому витку развития, вот. Вот, а в частности, этому способствуют, да, приходящие педагоги, которые, опять-таки, многие из них родились здесь, да, и, скажем, они закончили, вот, замечательную сегодня, вы видите, пианистку, концертмейстера, да, хора Салима Кенчишава, которая закончила Академию имени Гнесиных и вернулась сюда, на свою родину, в Карачаево-Черкесию, и сейчас служит, ну, потрясающим примером для молодых пианистов, или же, скажем, да, преподаватель струнного отделения Мария Эдуардовна Борисова. Студенты дирижерско-хорового отделения тоже, да, там, поучившись, там, и в Саратовской консерватории, и много где еще поездив, да, по миру, набравшись опыта, возвращаются сюда с тем, чтобы делиться своим опытом, делиться своими знаниями. Этим замечательным молодым ребятам, которые приходят в колледж, и я понимаю, для чего я училась, да, там, в Санкт-Петербургской консерватории, для чего у меня был такой замечательный и есть, и остается, да, мой замечательный учитель Борис Георгиевич Абальян, я понимаю, что эти знания сейчас здесь нужны, вот. И вот, мне кажется, благодаря такой преемственности сейчас мы можем дать мощнейший такой толчок для дальнейшего движения классической музыки, да, и опять-таки популяризации музыкального образования. Кончил консерваторию, вот он потрясающе поет, он потрясающе играет, и я хочу ему следовать, я хочу быть таким же, я хочу быть, ну, хочу занять какое-то такое же, да, высокое положение. И опять-таки для публики, для слушателей, да, это будет очередным таким, ну, подтверждением, что академическое искусство — это очень высококлассный, высокопробный объект, игра, стоящая свеч, да, если так выражаться. Но у нас же есть такие примеры в музыкальном училище нашем, да? Вот как раз-таки сейчас, вот сейчас, кстати, очень модно такое стало популярное выражение «окно возможностей», да, мы часто это слышим и от наших правящих, да, деятелей, и от деятелей искусства, да, это звучит, о том, что нынешнее время, вот эти годы, да, они, эти годы, они открывают много возможностей, да, мы видим поддержку, там, да, какой-то инициатив, и вот очень хочется, чтобы и в музыкальном искусстве эти инициативы тоже поддерживались. Вот, например, сейчас, да, развивается симфонический оркестр Республики, да, это такая тоже очень яркая инициатива, которая должна получить развитие, я уверена. Хоровое искусство, например, хоровое искусство тоже сейчас стоит, по-моему, на новом витке, и мы просто вот, да, сейчас, как бы, что называется, на старте, да, вот к этому новому витку развития, вот. А в частности, этому способствуют, да, приходящие педагоги, которые, опять-таки, многие из них родились здесь, да, и, скажем, они закончили, вот, замечательную сегодня, вы видите, пианистку, концертмейстера, да, хора Салима Кенчишава, которая закончила Академию имени Гнесиных и вернулась сюда, на свою родину, Карачаево-Черкесию, и сейчас служит, ну, потрясающим примером для молодых пианистов, или же, скажем, да, преподаватель струнного отделения Мария Эдуардовна Борисова. Мы наблюдаем студенты дирижерско-хорового отделения тоже, да, там, поучившись, там, и в Саратовской консерватории, и много где еще поездив, да, по миру, набравшись опыта, возвращаются сюда с тем, чтобы делиться своим опытом, делиться своими знаниями, вот, и, ну, для меня, в частности, это очень, сейчас очень-очень-очень важное такое дело, чувствовать себя нужной этим замечательным молодым ребятам, которые приходят в колледж, и я понимаю, для чего я училась, да, там, в Санкт-Петербургской консерватории, для чего у меня был такой замечательный и есть, и остается, да, мой замечательный учитель Борис Георгиевич Абальян, я понимаю, что эти знания сейчас здесь нужны, вот, и вот, мне кажется, благодаря такой преемственности сейчас мы можем дать мощнейший такой толчок для дальнейшего движения классической музыки, да, и опять-таки популяризации музыкального образования. Мария, ну, со своей стороны, от имени нашей телерадиокомпании «Карачаево-Черкесия» обещаю, что мы тоже внесем свою влепту в популяризацию классической музыки. Что для этого нужно? У вас идут отчетные концерты, да, в ваших отделениях, прекрасные концерты, мы о них узнаем задним числом, извините. Пожалуйста, приглашайте, будем приходить, снимать, показывать нашим зрителям, будем приглашать вас. Пожалуйста, приходите, играйте с удовольствием, будем делать одно общее дело. Конечно же, мы с удовольствием приглашаем и на наши концерты, и наблюдать за нашей творческой деятельностью, и также мы ждем молодых музыкантов в число наших студентов, с тем, чтобы республика наша пела, республика наша звучала, республика наша была полна прекрасных звуков музыки. Что ж, Мария, удачи вам, хороших студентов. Я с вами прощаюсь. Сейчас вы окунетесь в волшебный мир классической музыки. Надеюсь, он доставит вам огромное удовольствие. Приятного просмотра. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok